Это Максим. Ему 28, а он уже генеральный директор инвестиционной компании. В подчинении 15 человек. Работает в бизнес-сердце столицы Москва-Сити. На первый взгляд руководство Максиму дается легко. Разъезжает по офису на гироскутере, раздает подчиненным советы. Но за всем этим стоит немало домашней работы. Один взгляд начальником молодой босс отрабатывал перед зеркалом часами. Когда мы человека слушаем, то есть он такой приятный должен быть, чтобы человек просто в тебе утонул и рассказывал, раскрывался, раскрывался, раскрывался. Если мы требуем, то смотреть в упор и человек сам понимает, блин, что-то я накосячил. С внешним видом тоже все непросто. Фирменный костюм, стильная рубашка, без платочка в кармашке на работу не выходит. Кстати, именно к дресс-коду подчиненных у Максима самые жесткие требования. Неоднократно я просто заставлял в первый же рабочий день сразу же идти вот здесь в магазин, внизу покупать и новый костюм. Или рубашку, или там, если там носки, он говорит, торчат, там, и стуфель спортивный, это просто дико раздражает. Подчиненные слушаются, на начальника не жалуются. Все ограничения только поддерживают. В плане режима, да, есть, мы отмечаемся, то есть ведется учет, есть такое. Ага, то есть даже учет ведет. Да, ну, это дисциплинирует, я считаю, это правильно. У Николая от такого подхода волосы дыбом. Он начальник тату-салона. О дресс-коде и наказаниях здесь никто не слышал. Мы не штрафуем. Я же говорю, у нас все такое достаточно, как бы, более человеческое, чем в каком-то офисе или что-то где-то еще. Личного кабинета у Николая нет. Зато есть свой салатовый уголок. Как алтарь вот у меня есть свой. Я тут разные штучки ставлю собачек. Вот, кушащик. Себя вот, на себя могу любоваться. Пообщавшись с мастерами, выясняется страшное. Николая за начальника здесь никто не считает. И даже наоборот. Такого, чтобы страха перед начальником, такого нет. Он как, ну, как друг, а не как начальник. То есть, ну, я никогда не смотрел на полю со стороны, как, ну, начальника. Но начальников такое отношение работников к себе только радует. Уверены, что ором и штрафами от сотрудников толка не добьешься. Мы, ну, не знаю, может быть, такое даже некое новое поколение начальства в России. Поздравляют чужих начальников с праздником, а от своих ждут банки варенья и тазик печенья. Леонид Семенов, Артем Ласточкин. Новости пятницы.